31 января состоялось очередное еженедельное совещание у главы. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны Поповой, ситуация заболеваемости COVID-19 в городе Буй остается очень напряженной. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1949 человек. Выздоровели 1784 человека. Лечение в стационаре проходит 11 человек, амбулаторно 80. Умерших за весь период 74 человека. По информации двух учреждений здравоохранения, первым компонентом привито 12 560 человек, вторым компонентом привито 9 816 человек. Представитель ООО «Тепловодоканал» рассказал о проделанной работе на прошлой неделе. Произошло отключение электроэнергии в школах, устранили утечку по улице Советская-1. Цветность воды в реке 51 градус, в город вода подается 12 градусов цветности. Как доложил руководитель предприятия ООО «Дорожник» Роман Косарев, в городе каждый день идет механизированная и ручная очистка дорог и улиц от снега, уборка урн от мусора и ремонт дорожных знаков. Генеральный директор организации ООО «АТП» города Буй Николай Мельченко сообщил, что за прошедшую неделю нарушений не было. В настоящее время на ремонте находятся три автобуса. Начальник отдела образования Ольга Валенкова отчиталась о статистике заболеваемости ОРВИ. В школах заболевших 445 детей, в детских садах – 137. В школах города закрыто на карантин 10 классов и две группы в детских садах. На карантин по ковиду на данный момент закрыто 9 классов в школах города. Всего 23 заболевших ребенка. На сегодняшний день средняя заболеваемость в городе составляет 16%. На прошлой неделе проходили соревнования по мини-футболу, где учащиеся школы номер 13 заняли второе место, учащиеся школы номер 2 заняли третье место. Также учащиеся школы номер 2 ездили на соревнования по баскетболу, где заняли третье место. С 31 января по 28 февраля учреждения дополнительного образования выведены на дистанционное обучение. Начальник отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева сообщила, что с 31 января детская художественная школа переведена на дистанционное обучение.